Сегодня Центр управления регионом работает по 11 отраслевым направлениям. Среди них здравоохранение, образование, соцзащита. Люди могут обратиться к власти через социальные сети, платформу обратной связи, а также через портал госуслуг. Сообщения о проблемах получает и лично временно исполняющий обязанности Алексей Русских в своем инстаграм-аккаунте, который также прикреплен к центру. Есть программа, которая по алгоритму, куда добавлен ваш аккаунт, и все сообщения, которые там поступают, по определенным тематикам, они выпадают, фиксируются, классифицируются и уже отрабатываются. Естественно, я на все ответить не могу чисто физически. Я бы хотел, чтобы вы этому делили особое внимание, подключили к своей системе, и каждое сообщение должно быть отработано. Алексей Русских ознакомился с графиком работы центра. Сейчас на вопросы отвечают 27 специалистов. По итогам федерального рейтинга за март среднее время ответа составляет 1 час 53 минуты. «Подраться идет, москвичи моделируют, они моделируют в проголосочном режиме. Распределение по исполнителям начинается с начала рабочего дня. То есть, те сообщения, которые пришли вчера в ваш инстаграм, сегодня до обеда будут по исполнителям распределены». По информации сотрудников ЦУР, проблема благоустройства занимает лидирующую позицию. Чаще всего люди жалуются на содержание мусорных площадок. Одна из таких на оптовой базе – ГАЭ-100. За зиму территория превратилась в помойку. Здесь и покрышки от шины, и остатки продовольственных товаров. По поручению Алексея Русских был организован общий выезд на место свалки. «Как решить эту проблему? Ну, во-первых, я вот как здесь вот походил уже не первый день, нужно восстановить забор. Забор здесь в жутком состоянии. Когда-то в свое время здесь был прекрасный забор. Вот из таких плит, сколько она, 4 метра ширины, 2 метра длины, ни у кого не было в мыслях перекидывать мусор через это. Второе – это нужно не два контейнера здесь ржавых держать, а, наверное, надо посчитать, и чтобы здесь было 5-6 контейнеров. Когда будет нормальное количество контейнеров, конечно, люди будут бросать в них». Также Сергей Викторович отметил, что для установления порядка необходимо проверить наличие трудовых договоров предпринимателей, что здесь торгуют. Это исключит вероятность того, что контейнеры используют не по назначению. Площадку обещают привести в порядок в течение месяца. Александра Никитина и Юрий Ломатов. Улправда ТВ.